Снова привет, друзья, из мобильного офиса. Вот подъехал, жду Нейсона, когда он закончит школу, чтобы забрать его. И есть желание поделиться очень таким коротким, 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 коротким словом, но важным. Не знаю, как вы, но я желаю видеть манифестацию. Не просто проповедовать из Слова, не просто учить из Слова, но видеть манифестацию Слова, проявление Слова, явление Слова. Видеть манифестацию, проявление, явление Духа. Как апостол Павел говорит, да, моя проповедь не была в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы. Мы хотим видеть это явление, проявление, манифестацию Духа и Силы. И иногда внутри нас просто имеется такая, как я называю, несостыковка Мы говорим, Господь, я читаю в Слове То, что я читаю в Слове И я хочу, чтобы все в моей жизни было по Слову Твоему И я вижу в Слове определенные вещи, которых проявления И которых манифестацию я еще не вижу в своей жизни И мы понимаем, мы не только хотим учить об исцелении, но и видеть мощное исцеление Мы не только хотим говорить о чудесах, но видеть могущественные чудеса и знамения Божьи Потому что это часть Его Царства Никуда не денешься Сверхъестественное проявление и манифестация Духа и Слова, часть Его Царства И Царство Божие не в Слове, но в силе Апостол Павел, помните, говорит, я приду к вам в церковь Коринфины И я проверю не слова возгордившихся, но силу Слова это одно дело, но сила это другое дело И есть люди, которые говорят надутые слова Но за этим ничего не стоит Потому что, конечно, Бог, Он подтверждает свое слово И содействует подтверждению своего слова Различными чудесами и знамениями И мы хотим проявления, мы хотим этого в своих семьях Мы хотим этого в своей индивидуальной жизни, в своих служениях И кто говорит там, мне это все безразлично Главное проповедь, ну, прекрасно, но Наш пример, учитель Иисус Христос Он учил, демонстрировал Он был пророком сильным в слове и в деле В делах То есть мы хотим быть сильными как в слове, так и в деле Такая прелюдия Есть одно еврейское слово Могу произнести его неправильно, не спец Ну, недавно нашел, изучал, смотрел И мне было очень интересно Слово Галах Которое происходит от слова Галут Что значит открыть, проявить Откровение, проявление, манифестация То есть, например, книга Откровения В Новом Завете Будет называться так Хитгалут Хитгалут Откровение в Новом Завете Явить Манифестация, проявление Опять-таки Давайте посмотрим на это слово С точки зрения того, из каких букв состоит это слово Что они значат, чтобы высвободить и получить послание этого слова Оно состоит из трех букв Гимел Ламет Галах И Сначала посмотрим слово Галах Проявление Манифестация Гимел Первая буква Я думаю, все уже знают это Не надо там на дощечке что-то писать Хотя иногда я буду писать и на дощечке Сейчас у меня с собой дощечки нет Гимел Ламет И последнее Хей Галах Гимел Нога Ступня Что говорит о хождении Нога Ступня Ходить Следующая буква Ламед Что значит посох Что значит голос Власти Пастуха Или голос Власти Учителя Которым он водит И Направляет нас И мы понимаем Что это Господь Иисус Христос И третья буква Хей Что значит Откровение И значит быть Посредством Откровения Восхищенным Поднятым В другую Духовную реальность Взойти И это Человечек С поднятыми руками Это также Говорит о Нашем духе Духовном Человеке Внутреннем Человеке Соединив Эти три Значения Мы посмотрим Когда мы Должны Ожидать Что Господь Будет Проявлять Себя Своё слово Свой дух Свою руку Свои действия Сверхъестественные В нашей жизни Гимел Когда мы Ходим Путями Божьими Когда мы Ходим В духе Ламет В послушании Голосу Власти Нашего Учителя И нашего Пастуха Который Водит И направляет Нас Посредством Откровения Которое Возвышает И поднимает Нас В новые Духовные Сферы То есть Когда мы Ходим Во власти Откровения Одно дело Получить Откровения Другое дело Ходить Во власти Откровения Давайте посмотрим Второе слово Мы посмотрели Галах Теперь Галут Галут Открыть Проявить Первая буква Гимел Как и в предыдущем Слове Вторая буква Ламед Как и в предыдущем Слове И третья буква Здесь Галут Тав Что значит Крест Знак Знамение Завет То есть Другими словами Чтобы что-то Проявить Чтобы пришла Манифестация Чего-то Нужно Ходить Во власти Завета Мы в завете С Богом Первое Говорит Что мы должны Ходить Во власти Откровения Второе Говорит Слово Что мы должны Ходить Во власти Завета То есть Слова Они Взаимосвязаны И В принципе Очень Похожи Господь Я молюсь За всех нас Чтобы Ты Сподобил Нас Наделил Нас И Высвободил Нас Чтобы мы Ходили Согласно Твоих Путей Сверхъестественно Ходили В Твоем Духе В послушании В повиновении В подчинении Голоса Власти Нашего Пастуха И Учителя Который Будет Вести И направлять Нас Посредством Своего Откровения И посредством Своего Завета С нами Высвобождая Нас Высшие Сферы Духовной Реальности И Манифестируя Духовную Реальность Вначале В нашем Внутреннем Человеке Подняв Реальности Когда мы будем кооперировать с Ним в этой сфере, мы будем видеть больше манифестаций и проявлений. Господь с вами. Благословений всем вам. С Господом. Аминь.